ой-ой-ой друзья всем привет вы находитесь на канале джой фокс play мы играем в игрушку симулятор русской деревни продолжаем мы с тобой короче копить деньги и вот это самое выполнять всякие квесты для каких целей мы это делаем я тебе сейчас все объясню дело в том что в этой игрушке нам осталось купить две машины одна машина у нас будет восьмерка вторая машина у нас будет десятка после того как мы накупим энную сумму денег за моей вебкой не видно но мне час 11770 рублей мы проведем тест-драйв этих двух автомобилей и в принципе в принципе если не будет каких-то таких глобальных обновлений к этой игре я честно говоря не знаю что еще снимать тут вообще уже все пройдет фаллический символ какой-то тут вообще в этой игре уже все пройдено вот лично мной все пройдено да и поэтому как то вот так вот я надеюсь надеюсь на вас на ваши короче идеи предложения которые вы будете писать опять вылезла реклама которую будете писать в комментариях что-то еще можно сделать если ты будешь писать такое типа там ну собери курица сюда как бы да я все проходил с ты не смотрел вообще не то что предыдущей серии тут эта серия на 28 или 29 по этой игре плейлист есть на моем канале стег это игрушка интересно можно зайти в принципе посмотреть все эти прохождения мы здесь что только не делали и с курицей мы с тобой обнимались и даже курицу пробовали поцеловать эти клянусь это не clickbait серьезно я попробовал в этой игре поцеловать курицу у меня это дело получалось между прочим практически если подключить фантазии так она примерно и было в общем вот примерно и планы на сегодняшнюю серию я тебе рассказал кому интересно тот будет смотреть кому тут нужен будет какой-то трэш экшен я не знаю где его достать наверное ты наверное опечалишься до начале серии я должен был это сказать чтоб потом не было каких-то недопониманий мы здесь просто будем копить деньги эту серию серия будет наверно не такой что не такой уж чтобы длинной я по-прежнему болею если кто не знал если кто не в курсе в общем вот и поэтому сидеть так вот с температурой не знаю тяжело на самом деле поэтому стидайс ты думаешь я пьяный записываю эту серию потому что у меня там такой голос и что такое нет ребятки просто болею поэтому мне может наверное исказиться голос хотя хрен его знает может это не будет так сильно заметно но на самом деле голос у меня такой как будто знаешь я какой-то лилипут какой-то стране лилипутов короче какой-то стране лилипутов короче нахожусь и голос у меня такой соответствующий в общем вот такие вот собственно говоря дела серии я записываю сразу же поставок записал предыдущую а там мы примерно занимались тем же самым зачем я это говорю потому что вот я уже напоминаю мне одна из моих подписчиков написала что здесь есть возможность там открыть какой-то то ли погреб в доме можно открыть вот кстати то наш новый дом как я его покупал опять же есть видео как я на него копил опять же есть видео как я вообще все делал есть все видео вот мы реально даже метеорит запускали в эту русскую деревню серьезно глюк серия была называлась на деревне летит метеорит посмотреть не смотрел а реально там было интересно было прикольно поэтому ты там не посмотрел грибочек ты-то мне посмотрел сосиску если вы будете писать такой в комментариях ребят я здесь смотрел абсолютно все даже видео метеорит в общем вот такие вот собственно говоря чего все на меня пошли если вам дать в руки виллы я бы наверно подумал что у меня пришли бить идите нахер от меня местные дурочки были они реально идут знаешь такие у них походка чака норрис они как будто прям они в клуб на она пошли да ладно пусть идут там по своим делам просто у них реально была такая походка что подумал что не пришли за мной если ему руки дать виллы в принципе так она наверное было мне кажется мне местные здесь не любят ну вот местные в этой деревне хотя я столько делаю я полю грядки я чуни им электричество ябли капусту собираю ничего не делала не просто по клубам шастают и так ну тут опять же вылезла реклама положь пожалуйста лейка чуть как дурак с ней ходишь они там кого-то избили и короче идут обратно у тебя вот реально такая походка знаешь здесь такие вот кабаны здоровая не ходят так раз расправив плечи кого-то бить я надеюсь дожди табак зря бак поймал ничего что у вас тут цыгане как бы находится во дворе нет вам в принципе насрать на это да так понимаю мужик мужик у тебя во дворе дома цыгане короче цыганский табор с лошадьми бляха муха из табора обрати внимание пожалуйста я вообще не понимаю тут бывают такие баки конечно вылазит баги да я уже ничему не удивлен кстати вот эта подкова бриллиантова которая дает мне доход x5 она действует у меня еще три минуты поэтому как то так я кидаюсь посылками это херово я делаю потому что мы сейчас больше некому будет доставлять эти посылки но ничего нему ничего не хочу делать мне нравится кидаться посылками знаешь я такой просто прийти нажать на этот квадратик и да я знаю что этот квадратик позволяет просто дать аккуратненько посылку и никого бить не надо ничего такого но мне кидаться на место понимаешь когда кидаешься посылками это довольно таки весело так лови блин почему я одной посылкой всех сразу блин не сбивая убивая выйди пожалуйста из этого цыганского табора мне это тем не нравится так бабушка пока ты здесь проходишь мимо мужичок на те держи кстати вот этот вот мужик это по моему знаешь из самой первой серии был квест такой назывался капустный орб опять же опять же напоминаю потому что мне кто-то писал что и был такой квест я знаю что был такой квест посмотри первую серию этой игры у меня на канале я этот квест даже выполнял короче он стоял у нас там где стоит балалайщики говорит слушаю у меня такие проблемы где там должен съездить в калите на это там где местный дискач идет собрать там капусту в багажнике привезти там куда-то ко мне в огород или что-то такое я пробовал выполнять этот квест у меня даже примерно получалось до конца его не выполнил потому что там игра забаговалась потому что когда я пробовал танцевать на дискотеке у меня игрушка вылетала короче как-то хочу вас так много у вас реально по моему больше стало помимо тогда игрушка вылетала поэтому тогда я не успел завершить этот квест а потом разработчики просто взяли его и выпилили я не знаю почему они и именно решили удалить этот квест ну короче как то так вот кровотка веселая такая счастливая тебе нравится так отчем я еще хотел тебе сказать мне кажется мне в этой русской деревне и мне во время замолчал что опять же вылезла реклама короче мне в этой деревне мне кажется не очень любит я не знаю почему местные никак то агрессивно ко мне относится они мне они мне симпатизируют ни хера не делают это деревня просто лентяев я хожу выполняю за них всякий квест в этот дом прихожу здесь постоянно растут сорняки кто их дергает конечно же не хозяйка дома конечно же я блин местные тимуровец но я получаю к что за это деньги деньги не такие большие так здрасте кошка я думаю что в будущем разработчики наверно добавит какой-то квест связаны с животными но конкретно с кошками в принципе почему бы нет было бы довольно таки прикольно по моему сделано хотя я не знаю какой квест можно придумать если брать в расчет кошек типа там накорми кошку я не знаю или заведи можно было были заводить в этой игре домашнее животное которое ходила бы с тобой постоянно было бы довольно таки прикольно собака например или или курица курица которая будет тебя преследовать на протяжении всей игры довольно таки прикольно довольно интересно было бы на заметку это внести Возможно, стоит написать в группу разработчиков, чтобы они добавили такую возможность, если это можно будет как-то осуществить. Почему бы и нет? Я думаю, как бы ничего сложного в этом нет. Типа привязать какое-то домашнее животное, какую-то кошку к тебе не составит проблем. Кто-нибудь опять же мяукает. Блин, да, я очень сильно упор, я очень сильно устал язык. У меня заплетается температура, все дела, поэтому уж извиняй меня. Может подержать меня в комментариях, написать не болей. Вот вы так думаете, знаете, когда я говорю, можешь написать в комментариях. Потому что просто так это реально, это очень приятно читать комментарии, потому что когда ты что-то играешь, что-то играешь, не видишь никакую отдачу, у тебя реально наступает такой период, который называется, я называю его демотивация, когда ты выгружаешь ролики, тебе никто ничего не пишет, знаете, как это очень сильно расстраивает, ну реально это, я не знаю, я, например, сильно расстраиваюсь, человек эмоциональный, мне это обидно. А когда что-нибудь такое пишут в комментариях, ты читаешь, ты видишь, что тебя смотрит народ, ну это прикольно, это самая лучшая, наверное, награда, что ли, как это назвать. Блядь, ты в забор танцуешь, женщина. Ладно, давайте брать подкову. Так, ну подкову мы все получили, доход с тобой увеличили, тут опять же за моей вебкой ничего не видно, у нас сейчас 14 770 рублей. Ты не глюч, пожалуйста, меня не провоцируй. Ой, извиняюсь. Не провоцируй меня, короче, не зле игрушка. И так мне довольно-таки тяжело. В общем, вот. Кстати, такой прикол на ютубе, я даже не знал. Вот, у меня вот недавно тысяча подписчиков встала на канале, за что вам, конечно, большое спасибо. Появилась, короче, возможность публиковать. Есть, короче, две кнопки. Добавить видео и добавить трансляцию. Сейчас появилась еще кнопка добавить запись. Ну, это наш, типа, какой-то, типа, живой журнал, добавляешь там. Опросы я теперь могу создавать. Я, наверное, давайте... Опять вылезла реклама. Вы пишите в комментариях игры, которые вы бы хотели посмотреть. Я, наверное, буду устраивать голосование. Ну, типа, вот этот список игр, которые вы предложите, я включу голосование. Ну, и вы сами будете выбирать, что будет у нас, в принципе, на канале. Я думаю, никому не будет обидно в этом плане. То есть, ты, например, говоришь, я хочу мотор-депот. А ты говоришь, я хочу симулятор жизни. Короче, давайте, пишите. Будем создавать вот эти самые опросы. Будем приучаться к этому делу. Я пока что ни одного опроса еще не создавал. Я не знаю, как это работает. Ой, блин, кашляю. Ну, ты-то, капец. Как вот так? Ну, реально, ну, болеешь и кашляешь. А если я буду лечиться и ничего не снимать буду на канал, ты про меня очень быстро забудешь. Поэтому, потому что так работает YouTube. Если хотя бы одну неделю ничего не снимаешь на канал, про тебя просто забываю это все. Это очень эгоистично. Ну, это обидно. Это эгоистично. Едем, короче, дарить с тобой корову, танцевать, дергать сорняки. Все по стандарту, ничего нового. Как-то так. Серии не будут идти по 30 минут. Ну, в этот раз точно нет. Потому что я хочу записать несколько серий в неделю. Я обычно серии наперед пишу, потому что в будню мне не хватает времени. Вообще, в принципе, мне в будню не хватает времени даже просто компьютер включить. Вот, такие дела. Почему не хватает? Если ты смотришь, что я в первый раз, имею в виду, что еще работаю на основной работе. У меня еще дома двое детей маленьких. Вот. Поэтому обычно серии я записываю всегда. Либо в пятницу, либо в субботу. В воскресенье уже тоже не получится. Вот. Я хочу просто побольше охватить всяких разных игрушек. Так, подожди, я еще здесь был уже, что ли? Серьезно? Вы чего не сказали, что я здесь был-то, собаки? Блин. Я ему уже зарядку проводил, они мне не сказали. Представляешь? Ладно, давайте поехали, короче, в Малиновку. Мне кажется, вообще в будущем к этой игрушке набавят еще одну деревню. Я даже примерно представляю, где это находится. Я уже тоже говорил много раз, ну, когда я играл на камеру в эту игрушку. Сейчас я покажу, где я думаю, что будет новая деревня. Вот я мы сейчас поедем, вот справа смотрел, справа. Видишь такое большое, вот это вот. Здесь же по-любому что должно быть? Ну, не просто так. Это голое поле, здесь есть я сто процентов заявляю. Зачем разработчикам составлять такую большую территорию, которая не заполнена какими-то интерактивными объектами? Ну, это нелогично. Скорее всего, там будет что-то добавлено потом. Будет добавлено баня. Это инсайдерская информация, можно так сказать. Ну, разработчики сами просто где-то грели, что здесь будет добавлено баня. Возможно, будет какой-то квестом сходить в баню. Если можно будет в баню взять с собой курицу, это будет прикольно. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Курица лучший друг человека в этой игре. Сколько я понял. По крайней мере, для меня. Не знаю, можешь написать в комментариях, какой лучший друг для тебя в этой игре. Можете... Вот есть какой-то персонаж в этой игре? Реально сейчас прямо перейди по ссылке. Реально это интересно. Слушай, почитать будет не только мне, но и людям. А перейди, короче, в комментарии и напиши, какой твой любимый персонаж в этой игре? Мне будет самым интересным. Я тебе скажу, какой мой. Курица? Курица? Это курица. Потому что у нас все серии так или иначе связаны. Хотите жить экологично? Заколебались с этой рекламой, блин. Короче, вот пока она вылезла, эта реклама, я, блин, забыл, что хотел сказать. Напиши в комментариях, какой твой любимый персонаж в этой игре. Вот мой любимый персонаж, я тебе объясняю. Курица. Потому что все, ну, практически 80% всех серий на моем канале, ну, вот конкретно с этой игрой, а я напоминаю, что серии с этой игрой, мне, наверное, 28-29 серии уже, дохрена вообще здесь делать все, что вообще возможно. Так или иначе, связаны с курицей. Вот. Так уж получается. Я только что сам что-то курицы не стану. Подожди. Вот если что я курица? Как-то вот так вот. Вот. Самый нелюбимый персонаж. Я не знаю, мне здесь вроде все нравятся. Ну, хотя, наверное, есть вот этот вот танцор. Там, знаешь, вот там есть на дискотеке дядя, дядя Петя, что ли? Дядя Вась хороший был. А дядя Петя, он какой-то такой, не знаю, мне он прямо бесил постоянно. Без. Мне вот эта опойка еще бесит. Вот стоит он мне под окном. Почему бы и нет? Чего он мне стоит под окном? Блин. Подождите секундочку, я должен это сделать. Что-то как-то, знаешь, у меня прямо что-то... Я про него вспомнил, он меня опять разозлил. Знаешь, почему он мне бесит вот этот вот мужик? Потому что, когда я сижу, кушаю, вот там вот у меня обеденный стол стоит, в моем доме, вот тут я сижу. Мне постоянно... Уйди, пожалуйста, поросенок вонючий. Короче, я постоянно смотрю на него, и он постоянно здесь стоит. Ты представляешь? Вот, нет, ты сейчас думаешь, а чего он бесит? Он подумал, подумаешь, пусть стоит. А ты представь, ты сидишь у себя где-нибудь дома за столом, кушаешь там какую-нибудь вкусную там яичницу, картошку жареную, смотришь в окно так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А там стоит опойка вот такого. Он стоит, сука, на протяжении всех серий там. Он мне предколотит прям. Вот реально, это, по-моему, самый мой нелюбимый персонаж в этой игре. И вот этот вот мужик, который на дискотеке, который там старый дидокс уже стоит, не знаю, в какой-то серии вроде даже с ним дрались. Вот. У нас была даже серия в этой игре, где мы пытались познакомиться с девушкой. Называлась эта серия местный Казанов. Или сельский Казанов. Опять же, если не смотрел, посмотри. Просто мне очень сильно непонятно, почему мне народ спрашивает, ты еще это не сделал, ты еще это не сделал. Я сделал все. Просто вы ленитесь и не смотрите плейлист к этой игре. Посмотрите, там серий да куча. Мы, блядь, даже метеорит запускали в эту деревню рыбку. Вот. Рубим дровишки, рубим дровишки, тут топится местная баня. Скорее всего, мы можем ее посетить. Кстати, я не знаю, вот реально прикол. Смотри, мы колем здесь дровишки, да, типа для бани. Одна и та же реклама вылазит уже, блядь, пятый раз. Я уже заколебался ее смотреть. Если, говорю, вот эта баня, почему она такая маленькая? Ну, типа, блин, это больше на туалет похоже. На туалет не можешь топиться. Если это баня, объясните мне, как там можно купаться? Вообще она слишком маленькая. В общем, говоря, как-то вот так вот. Мы даже, знаешь, что делали? Тут, кстати, тоже, вот очень много места, здесь тоже можно что-то создать. Я думаю, потом тоже что-нибудь придумают, тоже что-нибудь создадут. Ну, вот на этой лодке даже катались. Мы пытались курицу прокатить, короче, на ней. Вот. Здесь нас уже сюда не пускают. Поэтому как-то вот так вот. Давайте будем на сегодня, наверное, заканчивать. У нас сейчас 16970 рублей. Нам осталось накопить еще где-то половину. Ну, и продолжим в следующей серии. Возможно, будет стрим, возможно, не будет. Я точно не знаю, загадывать не буду. Это все зависит не от меня, это зависит от скорости моего интернет-соединения, от моего времени. Поэтому, ну, в любом случае, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Не ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий и возможного стрима. Всем пока, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok